Всем привет! Меня зовут МД Рамон, и добро пожаловать в Индиану от Крафт Шоу. Сегодня мы с вами познакомимся с игрой, которая называется Contraption Maker и создана студией Spotkin. Возможно, вы помните игру, которая вышла уже сравнительно давно, по-моему, года даже 4 назад, которая называлась Incredible Machine, и, как вы, надеюсь, уже поняли, в виде тот хаос, который происходит на экране, мы будем создавать машину Голдберга. Это задача такой машины, в принципе, выполнять какое-нибудь простейшее действие очень-очень сложным методом. И очень веселым, я должен отметить. Игра пока что еще далека от завершения, стоит отметить, но уже прямо сейчас доступен, вернее сказать, уже есть ранний доступ в Steam, и прямо сейчас вы можете по скидке в 50% приобрести эту игру всего за 4 доллара и самому заниматься разной непонятной деятельностью в этой игре. Спасибо большое компании Spotkin за то, что они мне прислали данную копию для обзора, и я с удовольствием поделюсь с вами своими впечатлениями. Давайте приступим. Итак, здесь есть два режима. Первый режим, в котором мы сейчас будем с вами находиться, это игровой режим, где нам предстоит решать различные задачи. На видео-курсор вы сможете прочитать подсказки, что вам нужно сделать, и разработчики здесь просят прощения за пыль разработчиков. Естественно, это еще далеко не финальный продукт. Второй режим, это уже, скажем так, песочница, где вы самостоятельно можете создавать безлимитное количество различных приспособлений, которые будут взаимодействовать друг с другом, и вы сможете создавать различные интересные контрапшен, назовем их так. Как видите, очень много различных испытаний нам здесь представляется. Здесь есть некий стэш, где вы можете посмотреть, что вы уже скачали из Steam Workshop, что вы закачали. Поддержка, естественно, либо ожидается, либо уже есть. К сожалению, этот вопрос я не изучил, но Steam говорит, что мастерская Steam уже поддерживается, поэтому... Замечательно. Комьюнити мы можем посмотреть, и да-да, мы можем прямо уже отсюда скачать различные вещи, которые создало сообщество, что прикольно. И можем поиграть в официальные. Но давайте начнем с официальных. Итак, первая задача у нас здесь есть. Доставить баскетбольный мяч в коробку. И, к сожалению, естественно, пока игра находится в раннем доступе, нам здесь мало что объясняется. То есть мы можем нажать кнопку Help, и нам показывается то же самое сообщение, которое появлялось в начале. Вообще, нам нужно будет здесь разобраться с вами самостоятельно, как это все работает. Как же понять, что нужно делать, и вообще, как все работает? В принципе, все достаточно просто. Вам стоит нажать на один из предметов, которые находятся в мире, и эти предметы перемещать нельзя. Но вы можете узнать о них информацию. Например, здесь нам показывается, как ведут себя те или иные мячи. Далее мы можем нажать на эту штуку, и мы можем увидеть, как она работает и как ее заставить работать. То есть мы можем с помощью какого-нибудь электроприбора заставить двигаться этот конвейерный пояс. Здесь у нас также есть хомяк, которого мы можем разбудить, скажем, ударом по клетке, и он будет крутить ленту, но через некоторое время он снова засыпает. Вот такой вот ленивый хомяк. Батуты у нас здесь есть, которые отталкивают мячи. Коробка, в которую нужно попасть. И справа у нас есть инвентарь, где нам предоставляется какое-то определенное количество предметов, которые мы с вами можем использовать. Как их использовать? У нас есть вот такой вот, опять же, пояс конвейерный дополнительный. Вернее, он как-то по-другому должен называться. Пояс. Просто пояс. Окей. И нам подсказывает, что здесь мы можем вот так вот это дело использовать и разбудить хомяка. Давайте присоединяем. То есть, если вы двигаете один из таких предметов по локации, в один определенный момент вам покажут, куда этот пояс можно прикрепить. Ну, допустим, мы можем его прикрепить сюда и потом прикрепить куда-нибудь, например, сюда. Теперь нам нужно разбудить хомяка. Как нам говорили уже в подсказке, то есть, если мы нажмем в опросительный знак, мы увидим, что с его помощью... ...мы можем крутить данный пояс и разбудить можем вот таким вот мячиком, например. Но что делать, если вы хотите прикрепить эту ленту куда-нибудь в другое место? Вам нужно нажать на этот гаечный ключ и тащить. Перетащили, отпустили, он снова подключился. В принципе, удобно. Не знаю, было бы лучше, может быть, если бы вы могли тащить это дело сразу, но штука в том, что, возможно, вы сможете передвигать и другой предмет. Поэтому, наверное, это будет все-таки удобнее и правильнее. Ну, давайте возьмем мячик, поставим его, допустим, куда-нибудь сюда и нажмем испытание. Бум-бум. И, к сожалению, наш мяч туда не попадает. Поэтому нам нужно придумать что-нибудь другое. Как же по-другому мы можем доставить мяч? И нужно ли доставить именно этот мяч? Хм... Давайте попробуем вот эту штуку. Эта штука вообще улетает, черт знает куда. Мы можем, естественно, убрать, и он отправляется обратно к нам в инвентарь. Можем использовать этот мячик. Нет. Не хочет. И можем даже, например, сделать вот так. Сейчас мы с вами просто проводим различные испытания. Мы смотрим, как ведут себя эти мячики. Ну, видимо, нужно доставить только этот. Поэтому у нас есть еще одна штука. Вот такая вот стена. И здесь уже довольно-таки сложный интерфейс появляется, но на самом деле не очень. Мы можем ее увеличить в ту или иную сторону. Причем, по-моему, бесконечно. Мы можем ее переворачивать, я так понял. То есть, да, мы можем делать вот так. Но нам это особо не нужно. И можем разворачивать ее в разные стороны. Давайте сделаем, например, вот так. И этот мячик, например, уберем. Запуск. Есть, есть и есть. Та-ра-ра! Как видите, звуков здесь еще не так уж много. Музыкального сопровождения, ну, по крайней мере, пока что на этих локациях также нет. Но все это ожидается в будущем. И в будущем ожидается намного больше всяких интересных штук. Давайте перейдем к следующему пазлу. И нам здесь говорят, что время... Время почистить снаряды для пушек. Выстрелите из пушки по коробке. Для того, чтобы что-то произошло, в общем. Давайте запустим. Ничего не происходит. У нас здесь один мячик, есть второй мячик. У нас есть та самая пушка, которая... Которая нужно зажечь запал. Например, можно использовать увеличительное стекло и фонарик. Окей. У нас есть антигравитационная платформа, которая запускает какой-то предмет. Давайте попробуем. Увеличительное стекло. Фонарик. Развернем его сюда. И запустим. Будет он включаться? Видимо, его нужно еще и включить. Ха! Окей. Ну, у нас есть хомяк. У нас есть конвейерная лента. Давайте присоединим ее сюда. Запустим. Та-дам! Все оказалось достаточно просто. Следующий пазл, как я понял, дает вам рандомно различные пазлы, которые здесь уже созданы. И почему я так удивился? Я надеялся, что попадется пазл, который я уже проходил. Но этот мы тоже с вами решили. Следующий. А, еще один пазл, который я вижу в первый раз. Тим не очень хорошо кормил Валда. И теперь он расстроен. Помогите ему отомстить, ударив Тима по голове. Интересно. Давайте запустим и посмотрим для начала, что здесь будет происходить. Особо ничего. Кто такой Тим? Кто такой Валда? Я, честно говоря, Тим не очень хорошо кормил Валда. Но я так понимаю, что... Давайте посмотрим. Информация. Нет, просто хомячок. У нас есть тостер. У нас есть хомяк. У нас есть конвейер, лента, рука, розетка. В общем... А, вот они внизу. У меня микрофон закрывал их. Вот он Тим. Да? Вот он Валда. И Валда очень хочет, чтобы Тиму на голову упал мяч для боулинга. Это странно. Но ладно. Раз тебе так сильно хочется. И нам нужно довести хотя бы один шар до головы Тима. На самом деле это довольно сложная задача, учитывая, сколько нам всяких штук здесь дается. Я не уверен... Я не уверен, что я смогу справиться с этой задачей вот так быстро. Потому что некоторые здесь пазлы очень сложны. И вам действительно нужно посидеть, ну так минут 15-20, наверное, иногда. Чтобы понять, как же решить эту задачу. Но пока у нас есть вот такая штука. То есть он катится. Ага. Давайте, например, поставим клетку с хомяком сюда. Да? То есть... Это логично. Допустим, мы запускаем. Хомяк такой крутит, крутит, крутит. Мяч катится, но не докатывается. Угу. У нас есть еще одна конвейерная лента. У нас есть тостер, который нужно чем-то запитать. И который еще и нужно на него кнопку нажать. Все не так просто. У нас есть трубы, с помощью которых мы можем перемещать предметы. Рука. На которую опять же нужно нажать. Ага. Ага. Что если вот так? И давайте чуть-чуть ускорим. Блин. Чутка не докатилась. Давайте вот тут поставим. Бум. Ну да, эта штука улетает очень быстро. Но. У нас есть трубы, которые мы можем использовать. И можем, допустим, поставить эту трубу сюда. О, эту трубу мы можем даже с вами увеличить в размерах. Интересно. Так, стоять. Давайте поставим ее сюда. Прикрепим. И далее... Мы поставим, допустим, тостер сюда. Да? Который запустит этот шар. Но. Нам нужно чем-то запитать. Розетка. Сложно. Это сложно. Ну, допустим, поставим розетку здесь пока что, да? Будет ли сразу работать эта штука? Угу. Давайте опустим чуть ниже. Сейчас просто проверим работоспособность наших трупов. Окей, это работает. Окей, окей. Давайте повернем эту штуку. Нам нужно, чтобы она выстрелила вот сюда. Вот так, да? Та-ра-а-а! Удивительно. Но мой мозг сегодня работает. Это... Удивительно. Давайте еще одну штуку. Потому что... Черт побери. Вроде бы и... Ну, простой геймплей, да, вроде бы одни только спрайты, никакой 3D-графики, никаких мега-взрывов и сюжета, но, черт возьми, это удивительно, удивительно весело. Следующий пазл. Тим проснулся очень потерянным, помогите ему добраться до дома. Ой, боже мой, сколько нам всего сегодня дают. И эти штуки я тоже, опять же, многие вижу впервые. Эту штуку я уже видел, а, как видите, это что-то вроде качели, которая может тянуть за собой предметы. Это у нас нитроглицерин, который, если упадет, то взорвет что-нибудь. Давайте взорвем что-нибудь. Бум! Блин. А я надеялся, что это будет очень простой путь домой для Тима. А это взорвешь? Да, о, это взрывает, окей. У нас дирижабль, да, есть, который может толкать предметы, но если по ним попадает, то он разворачивается. А если он попадает на что-то острое, то он, в общем, лопается. И, видимо, к нему... Да, к нему можно даже прикрепить веревку. Прикольно. Есть снова трубы. Это у нас... Что? Просто ведро. Возможности бесконечны с вашим ведром. Можно, в общем, ловить предметы в него, и он подчиняется законам физике. Можно его подвесить на веревке. Но веревок у нас сегодня нет. И у нас есть механический трамплин, который постоянно добавляет высоту предмету. То есть нам нужно... Давайте удалим. Чтобы Тим пошел вниз, да, и потом, допустим... Допустим, он попадает на трамплин. Давайте, пока что просто... Просто... Воу. Давайте он попадает на трамплин вот в этом месте. Давайте он попадает на трамплин где-то здесь. Мне нужно, чтобы он прямо на краешек попал. А как... А-а-а... А-а-а... Нет, он далеко улетает. Если вот так... Хм... Это интересно. Я не знаю, зачем нам ведро и дирижабль здесь, честно говоря. Может быть, можно на дирижабле его как-то подвести... Нет, вряд ли. Вряд ли. Ну... Нитроглицерин нам в любом случае, наверное, потребуется. Пускай он взрывается где-то здесь. А ну, Тим. Доберешься так домой? Давайте ускорим. Смотрите. Та-ра-а! Очень просто решен пазл. Ну, вот такие вот пазлы, друзья, интересные. Я бы, конечно, целый день сегодня с вами здесь просидел, но... К сожалению, наше время не резиновое. Угу. Поэтому давайте вернемся назад. Как видите, здесь очень много всяких штук. Мы можем даже посмотреть что-нибудь, что создало сообщество. Проверить, насколько я смогу разобраться с этим всем. Здесь можно полистать новости, что прикольно. И... Есть второй режим. Создание. И вот здесь вот уже начинаются интересные вещи. Во-первых, вы можете создавать сразу... Я так понимаю, над несколькими работать. То есть мы можем добавить еще одну, да. И прям вот над одним, над вторым работаете. В общем, жесть. И здесь у нас наш инвентарь. Неограниченный инвентарь. Как я понимаю, первая закладка... О, тут даже можно текст написать. Оно... Hello, world! Hello! Прикольно. Удалить. Первая закладка, видимо, это весь инвентарь вообще доступный. Дальше просто по категориям нам разбили. Ну, это фон, задник. В принципе, всегда прикольно что-нибудь такое сделать. Поставить здесь вот такое. Потом... Можно... Типа банка под водой какая-то. Пузырьки. Подводный мир. Можно... Добавить солнце. Давайте... Давайте... Например, это уберем. Добавим сюда... Ну, тут все штуки. Можно облака добавить. Можно добавить... землю. Ну, их надо копировать, наверное. То есть, я просто сейчас вам показываю, что можно в свой уровень вот так вот составить каким-то образом. Деревья поставить здесь везде. Как вам угодно. Как хотите, можете сделать. И в этом окне, который, кстати, можно увеличить, что прикольно. А, можно его даже передвигать. Вот. Парт-леер. Теперь можно на парт-леер размещать разные предметы. Мы можем разместить здесь всякие штуки. Например, мы можем поставить корзину, которая, скорее всего, упадет. Да. Пока, корзина. Поэтому нужно поставить еще какие-нибудь укрепления. Типа такого. И если запустим... Вот она, корзина. Все у нас здесь. Можем ее поставить. И можем, например, даже сюда закинуть нашего Тима. Бульк. Пока, Тим. Ты же Тим? Да. Тулман Тип. Тим. Удалить. Можем запустить дирижабль, который будет летать здесь. Я надеюсь, вы слышите, как он там шумит. И вообще, выдумываем всякие прикольные штуки. Типа, я не знаю. Мы можем развернуть сюда эту руку. Добавить сюда... Где наш хомяк там? Вот хомяк. Допустим. Потом добавить сюда конвейерную ленту. Которую даже можно сделать, например, чуть-чуть вот так. Добавить сюда... Типа, вот такую штуку. Ее можно, в принципе, даже было и не добавлять. Можно просто сделать вот так. И... Нет, не хочет он так работать. Ну, вот так. Он и сам ударит. Пам! Все! Тара! Можно даже попробовать поставить сюда Тима, который будет просто стоять вот здесь. Знаете что? Тогда, чтобы это все заработало, нужно сделать вот так, да? То есть вот... Пам! Все на месте. А если мы разбудим хомяка... Он закрутит, нажимает, и Тим улетел. То есть вы можете вообще заниматься здесь всякой фигней, типа этой. А можете попробовать создать свой уровень, где, опять же, нужно что-то сделать. Как это именно конкретно делается, я точно не могу вам сказать. Но разобраться всегда можно. Вот такой вот прикольный редактор. Как видите, здесь очень много разных предметов, которые можно использовать. Тут и двери. И взрывчатка даже есть. Не, которую, наверное, нужно... Плангер. Hit the corresponding planger. Opal. Какой-то плангер нужно использовать. К сожалению, поиска по названию здесь нет. Хотелось бы написать название и найти. Но я думаю, это будет. Но пока что этого нет. И какой-то там плангер, который, к сожалению, я не знаю, где его найти. I don't know, guys. I don't know. В общем, вы можете сами разобраться, найти эту штуку. И, как понимаете, здесь все сделано на то, чтобы предметы взаимодействовали друг с другом. Что прикольно. Ну, давайте вернемся назад. Yes. И зайдем, допустим, в комьюнити. Посмотрим, что комьюнити создало. Мы можем посмотреть пазл. А можем посмотреть просто разные штуки, которые создали люди. И нажав subscribe, вы скачаете таким образом эту карту. Стандартная. Subscribe. Please. No. No. Хотелось. Хотелось посмотреть, как это работает. Я проверяю Steam. Он ничего не качает. Детали. Subscribe. Нет. Пазл. Subscribe. Нет. Странно. Но я могу сейчас прямо вот и переключился в Steam. И, допустим, мы можем перейти в мастерскую. Если я смогу это быстро найти. Все это дело, друзья, не так. Такое дело не очень простое. Вот, мастерская нашел. И мы можем выбрать... Категории здесь я не вижу. Level type. А, вот есть Contraption, например. Не найдено ни одного предмета, соответствующего критериям. Ладно. Пазл. Пазл мы нашли. И самое популярное за неделю. Ну, вот что-то я нашел. Попробую сейчас, друзья. Я хотел тот Mega Contraption посмотреть. Вот я нажал подписаться. Загружено. И... Посмотрим теперь MyStash. О, 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 о. Окей, вот оно тут все есть. Пазл и Contraption. То есть, меня он никак не сказал, но он скачал. Давайте посмотрим. Play. Сделана другая версия Contraption Maker. Может не совсем правильно работать. Давайте посмотрим, что здесь сообщество-то натворило. Окей, вот мы следим за мячиком, который сверху перемещается. Я уже перестал следить за мячиком. Не совсем понятно, куда надо смотреть. В общем, полная жесть здесь происходит. Я не совсем понимаю. Наверное, надо уже следить за Тимом, куда Тим отправился. Что сделает Тим? Пока что это единственное, что здесь более-менее происходит. Тим, ты решил упасть? Да, наверное... Не совсем правильно работает. Back. Давайте посмотрим вот этот. Тоже сделано старой версией. Ну, посмотрим. Тим у нас включил эту штуку. Мяч прыгает, отталкивается. Ну, кстати, прикольно взлетел. Отправляется по этой штуке. Куда-то полетел невесомый мячик. И все, да. На этом все. Давайте посмотрим, может быть, пазлы. Play. Одинокий баскетбольный лабораторный мяч хочет спрятаться от экспериментов в коробке. Которая находится справа. Очень, очень далеко тут все это расположено. Я не уверен, можно... Да, можно пробелом, кстати, передвинуть локацию. Огромная просто локация, как вы видите. Жесть. Запустить. Ну, и здесь, в общем, задача довольно сложная. Я, наверное, не буду сегодня углубляться в это все. Вот такая вот, друзья, игра Contraption Maker. Я надеюсь, вам понравилась. Еще раз большое спасибо разработчикам. За то, что они прислали мне копии игры. Если вас заинтересовало и вы хотите попробовать прямо сейчас, вы можете за 4 доллара купить эту игру прямо сейчас в Steam Workshop. Ссылка будет в описании. И удачных вам экспериментов, друзья. На этом все. Меня зовут М.Ж.Рамон. И мы здесь закончили. Пока. Огромное. Субтитры сделал DimaTorzok